Всем добрый день, с вами Айден и нет, я не обманул вас, я помню, что я обещал купить дешевый самокат из Ашана и протестировать его, делать я это буду своими подписчиками уже завтра, поэтому видос, наверное, выйдет, ну, типа завтра, послезавтра. А сегодня мы с вами встречаемся в нашей рубрике, название которой я еще не знаю. Рубрику я хочу посвятить дешевым гаджетам и техникам, которые может позволить себе любой школьник и которые в разы дешевле супердорогой брендированные техники. Это всякие обзоры, мое мнение относительно того, стоит это или не стоит покупать, в общем, разные всякие штуки. Допустим, скоро я хочу запустить видео про AirPods фейковые, но суперфейк, то есть я начал ими пользоваться и они просто безупречны, стоят 600 рублей, короче, давайте 10 человек соберем и будет это видео. И, кстати, если у вас есть варианты, как креативно назвать эту рубрику, пишите обязательно в комментарии, мы 1000 рублей отдадим не просто рандомному комментарию, вот как этому из прошлого выпуска, а тому, кто придумает название. В честь этого названия мы и, собственно, корабль назовем, так он и поплывет. Наверняка вы знаете о такой технологии, как беспроводная зарядка. Она поддерживается во многих современных и дорогих флагманских смартфонах, когда есть плоская поверхность, вы кладете на эту поверхность свой телефон и он заряжается. Это очень удобно, потому что не нужно носить провода. Беспроводные зарядки сейчас медленно, но верно интегрируются во многие кафе, рестораны. На айфонах эта штука с восьмого поколения поддерживается. У меня старенький седьмой, меня он полностью устраивает, я не хочу там тратить лишние 100 тысяч рублей, чтобы его поменять просто для понтов, потому что я сам по себе, как вы, наверное, заметили, не понтовый человек. Но вот эта функция беспроводной зарядки достаточно прикольная. И есть выход как за 50 рублей на любой телефон, даже на твой старенький Huawei, Xiaomi, шмарбенбоми, сделать такую возможность беспроводной зарядки. Это решение я нашел в магазине Галамарт, супер дешевая, ужасная и некачественная техника, и просто всякие штуки для дома продаются там. И вот это я, на самом деле, удивился, потому что увидел подобное впервые в своей жизни. Возможно, это можно купить на Алиэкспрессе, еще где-то, но в Галамарте это стоит 50 рублей. Вот даже, видите, есть инструкция, мы должны ее распаковать, подключить к Lightning Connector, приклеить к задней крышке или под аккумулятор, но под аккумулятор мы не можем. И якобы это все будет работать. Мне в это слабо верится, поставьте видео на паузу и напишите, как вы думаете, получится ли у меня сделать такую супербюджетную беспроводную зарядку. Но это было бы очень классно, потому что технология действительно удобная, если эта хрень будет работать, то очень классно. Все выглядит достаточно понятно, мы должны это воткнуть сюда. Единственный минус заключается в том, что у нас, видите, гнездо будет закрыто вот этой металлической плашкой. И для того, чтобы заряжать этот телефон, не пользуясь беспроводной зарядкой, нам это придется вытыкать, и будет это как-то немножко по-колхозному выглядеть. У меня есть проблема, заключающаяся в том, что на задней крышке телефона у меня приклеен ужасный черный круг от автомобильного держателя. Обычный круглый магнит, но он приклеен просто намертво. Я пытался это сделать маникюрными ножницами, просочил себе вот здесь руку, была кровь, я палил йодом. В общем, травма на производстве, как говорится, так что поставьте лайк под этим видео, я чуть ли не умер, наверное. Но надеюсь, что магнит будет не помехой, и все получится успешно. Кстати говоря, здесь нет никаких клейких лент, я думал, что это приклеивается на заднюю крышку телефона, но, к сожалению, за 50 рублей мы не получаем такой магической функции. И вот если мы будем носить телефон без чехла, выглядит это будет вот так вот. Да, мама, здравствуй, у меня просто беспроводная зарядка, не обращай внимания, да, все в порядке, все нормально. Конечно, колхоз дичайший, я надеюсь на то, что это все будет работать через чехол. Ну и, по крайней мере, можно двусторонней клейкой ленты это все закрепить, не такая уж это и проблема. Запаковываю, сразу скажу вам то, что через чехол вот такой небольшой бугорочек у нас виден, но не страшно, давайте проверять. Для проверки я приобрел в магазине, между прочим, за 1000 рублей вот такую беспроводную зарядку. У меня просто ее, в принципе, отродясь нигде не было, благо на нее была скидка, и все это обошлось мне в 600 рублей. Но какая-то ноунеймовская фирма, она достаточно толстая, это не очень выглядит, но, в принципе, если она будет стоять на прикроватной тумбочке или на рабочем столе, немного места уж она так и занимает. Ее можно крутануть, вот, зачем-то, и образуется какая-то горка. И, как говорится, момент истины. Ух, мне страшно, вам тоже, наверное, пишите комментарии, ставьте видео на паузу, давайте только реально так играть, не подглядывайте, что будет впереди. Кладем его на эту штуку. Кстати, она загорелась синим цветом, и зарядка, друзья мои, пошла! Для меня это как какое-то чудо техники, потому что, ну, типа, 60 рублей мы сделали с вами из седьмого айфона, наверное, восьмой, да, который поддерживает эту функцию. Сейчас у меня 60%, давайте подождем, когда будет плюс один процент. Как меня бесится, когда меня добавляют во всякие дебилоидные беседы. Ребят, я сразу блокирую и просто потом обижаю вас. Я не понял, что за хрень, почему у меня было 60%, она заряжает телефон, но сейчас у меня 59%. Наверняка это не так должно работать. Давайте подождем ровно 5 минут, я не буду трогать телефон, посмотрим, что за это время произойдет с ним. Школьники, заткнитесь! А, короче, прошло 5 минут. Смотрите, зарядка 61%, было 59%, стало 61%. В общем, все, в принципе, нормально. Единственный вопрос, как быстро эта штука выйдет из себя. И, если честно, она очень сильно нагревается. Меня это, на самом деле, больше всего пугает, потому что, реально, даже чехол уже дико горячий, а вот там она вообще, ну, действительно, слишком перегревается. Сама платформа тоже теплая, но не настолько. Пишите варианты, как нам назвать. Да хватит кричать, школьники! Я собрал компьютер себе, начал играть в какие-то игры и, в общем, разобираюсь во всем этом. Как вам КС, как это современная игра, кстати говоря. Короче, да, 1000 рублей подарю за лучшее название этой рубрики. Скоро будет обзор на AirPods, если мы соберем 10 тысяч лайков под этим видео. В моем Telegram-канале я выкладываю, сколько денег я зарабатываю с YouTube, так что интересная информация. Будут все ссылочки в описании, Instagram, колокольчики, подписки, в общем, все. Я вас сильно люблю, скоро много всего интересного. С вами был Айден, пока! Ну и че, и че вы меня слили? Я ролик просто записываю, пацаны, все нормально, давайте!